всем привет всем большой привет из города норильска а мы немножко прогуляемся до погода сегодня более-менее комфортная плюс 4 градусов но вы знаете для меня нормально плюс 4 градусов плюс 20 плюс 30 конечно не очень и переключайтесь смотрите дальше будет интересно погуляем по дворам посмотрим все подряд мы находимся на улице комсомольская да во дворах давайте приблизим и посмотрим какая-то комсомольская комсомольская 48 а да вот и здесь на комсомольской 48 а на армии чистенько хорошо но вот здесь вот лужа такая в которой можно просто ну я не знаю покупаться понырять а вот здесь вот снежочек у нас лежит снежок лежит и такая небольшая помоечка помоечка а вот там вот смотрите вот построили закрытую помоечку можете и это не может не радовать хорошая тенденция тенденция то есть как бы городом занимаются и это классно давайте посмотрим вон там вот в том дворе тоже вот смотрите видите построили крытую помойку а вот для чего для того чтобы не разметался мусор по нашему городу до город конечно у нас такой ну как сказать северный такой тяжелый климат здесь да но когда городом вообще не занимаются вот это плохо очень плохо сейчас я смотрю городом занимаются так сейчас мы пройдемся здесь а вот чтоб не упасть так здесь вот кто-то я смотрю яблоко не доел ну что ж такое то яблоко наверно вкусное было здесь у нас коробка валяется пойдемте а вот это у нас такое красивое здание это художественная школа до художественная школа вот но там кроме этого всего наверно есть еще какие-то кружки однозначно так пойдемте дальше посмотрим чё тут у нас за художественной школы интересного вот я смотрю у нас дворик довольно таки чистенький и это хорошо хорошо вообще классно смотрите все вычищено ну есть конечно моменты нелицеприятные но в основном на 70 80 процентов конечно почистили почистили город от зимнего скажем так мусорного беспредела вот так вот она вот смотрите гаражи стоят вот эти гаражи еще наверно совдеповский это однозначно то есть совдеповский есть кто-то не знает раньше так называли советский союз я думаю молодежь на это не знает вот а люди более старшего возраста знают это все и вы знаете у нас в городе норильске появились и голуби но голуби появились а ну лет 10 назад раньше в городе не было голубей сейчас появились а прикольно так тут конечно надо смотреть на дорогу потому что могут ой да ё-моё могут машины сбить вот потому что машин ездит очень много и они что-то как-то привольно здесь ездят потому что никого нету так это что у нас за дом давайте глянем так это у нас комсомольская улица 52 третий корпус да вот такой вот домик комсомольская 52 третий корпус все пойдемте там с левой стороны у нас машина едет ну надеюсь она меня не собьет потому что не так хватает своих болячек вот еще знаете чем не не нравится вот в городе норильске но это конечно такие случаи они более как вам сказать единичные да однозначно то что то там во дворах то здесь во дворах машины ночуют вот то есть они как бы ночуют и уже очень давно ночует на улице ну то есть как бы но у хозяина допустим нету денег рима на ремонт машины и он ее оставляет ночевать на неопределенный срок а вот и вот допустим у нас во дворе такая машина тоже ночует и вроде даже не одна несколько машин так что здесь у нас осторожно обрушение фасада так давайте тогда подальше отойдет ага чтоб нам на бушка чего-нибудь не упала вот вон там вот смотрите вон там вот новый дом построили по современным технологиям но он же давно стоит там этот дом конечно а вот у современной технологии это имеется ввиду облегченные материалы вот ну стоит же стоит ведь живут живут ну нормально все хорошо раньше допустим да в советское время все строили из кирпича или из бетонных панелей но сначала конечно все строили из кирпича а вот а потом начали все строить из бетонных панелей да вот так вот ну освоили эту технологию до строки из бетонных панелей и все вот так вот такая тема вот здесь вот смотрите осторожно обрушение фасада опять же машина 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 поехала вот а вот это вот по всей видимости помещение не жилое однозначно это помещение по всей видимости коллектор да вы знаете мы мелкие были когда начал чем молодежь заняться и тем более в советское время мы лазили по этим коллектором зачем лазили а хрен его знает ну может быть интересно было может быть присутствовал какой-то дух дух я не знаю там исследователя вот нифига я завернул дух исследователя вот этот дом видите но довольно таки неплохой и люди живут там прикольно вообще классный вот а сейчас конечно молодежь как бы это не знаю грустно не звучало уже по коллектором не лазит но может быть это и к лучшему а с другой стороны сейчас молодежь вся сидит дома практически за компьютерами то есть как бы все таки им им это удалось а они все-таки людей потихонечку превращают как в том кино в батарейки в матрицу так ну чё тут у нас он смотрите детская площадочка а детская площадочка это хорошо я рассказывал то что на риске очень много строят детских площадок но вы знаете честно говоря практически в каждом дворе детские площадки классно классно конечно машина там вот у нас уже ленинский проспект но мы туда не пойдем вот мы здесь лазим по дворам по дворам ленинского проспекта ну чё там на ленинском проспекте дело красиво тогда я согласен вот детская площадочка вот тут машина стоят а вот ну давайте посмотрим что тут у нас написано везде эти таблички висят выгул собак запрещен но и многое многое другое и мусор очки стоят до мальчики девочки это радует он смотрите детская площадка довольно таки чистая чистая это хорошо правда он да вот смотрите уже одну качельку сломали вот не знаю или молодежь сломала или такие агрессивные люди какие-то вот вот эти же не сломали от у сломали или может кто-то сел очень увесистый да и она сломалась но есть по 1 сломалась а вот и это было бы случайно она бы где-то здесь валялась эта сидушка но сидушки нету по всей видимости сидушку забрали с собой может быть это сделали умышленно ну в общем то хочу вам сказать хорошая детская площадка вот и как я уже сотню раз говорил хорошо конечно что все-таки начали строить начали ремонтировать но и все в таком духе так мальчики девочки все равно нам придется с выйти на ленинский проспект а вот потому что мой путь лежит магазин эльдорадо вот смотрите тут какой-то раньше по всей видимости магазинчик может был а сейчас не вывески ничего и свет выключен и все заброшено вот потихонечку трава зеленеет зеленых появляется все мальчики девочки погуляли немножко по городу норильску посмотрели я вам рассказал надеюсь много чего интересного так что вот так подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх оставляйте свои комментарии всем пока до скорых встреч и самое главное не забывайте всем добра а